да это снова я наверное я вам уже очень надоел но осталось потерпеть совсем чуть-чуть а мы начинаем нашу программу объектив артека я представляю вам наших ведущих до мира хасанова и катю маркову спасибо я жда ты прав тебя слишком много последнее время я тебя вижу на каждом постере блокноте календаре но хочу заметить что когда закончится медиафорум мне будет себя не хватать я конечно с тобой согласен но мы ведь только открываем медиафорум я даже больше вам скажу мы его открыли а подробности смотрите в нашем сюжете в четвертый раз международный детский центр принимает начинающих и опытных журналистов медиапедагогов сотни лучших креативных талантливых ребят собрались вместе под открытым небом на костровой для открытия 12 смены детском лагере морской международный детский центр артек объединил представителей разных регионов нашей страны а также стран зарубежья ребятам предоставилась возможность поднять флаги своих государств и партнеров смены в первые дни были выбраны капитаны отрядов а уже на совете капитанов был выбран адмирал флотилии морского кульминационным моментом открытия была передача факела от капитана к вожатому и артековский костер вспыхнул искрами добра и дружбы будет смена веселей, гори-гори жар, будет смена веры, горчи звезды и душа, вспыхнув иском их глазах в детском лагере соединяются многовековые традиции артека и современной технологии лиги юных журналистов партнера, который уже несколько лет реализует программу международный юношеский медиафорум артек медиафорум является площадкой для реализации детского творчества в сфере журналистики в программе есть новое и это новшество, которое сегодня я тоже хочу представить это открытие, которое тоже сегодня прошло, открытие международной медиашколы медиа-лидеры, медиапедагоги и медиавожатые выступили со своими пожеланиями и советами для начинающих журналистов, а директор медиафорума Наталья Васильева поприветствовал ребят и рассказала о традициях и медиакультуре первых трех форумов от медиафорума я ожидаю, что мы наконец-то решим эту задачу и сделаем артековское телевидение задача сложная и впервые мы разошлись на шесть лагерей артека для нас это сложно, это сложно с логистикой, это сложно с коммуникацией потому что нужно обо всем договориться, но я надеюсь, что ну пусть будет даже и комом первый блин, но нам это удастся сделать после торжественной церемонии открытия юные журналисты и гости форума смогли насладиться артековскими песнями, стихами и зажигательными танцами ребята горячо поддерживали своих любимых вожатых Громкие аплодисменты и восторженные крики по праву заслужили все выступавшие на сцене вожатые Яркие эмоции, слезы радости и хорошее настроение не прошли мимо всех, кто был на Костровой в этот момент Теперь двенадцатую смену детского лагеря морской по праву можно считать открытой Да, открытие было ярким А как выступили наши вожатые? Они ведь всего лишь за одну ночь подготовили такой невероятный концерт Ну это конечно не концерт Майкла Джексона, но мне очень понравилось Ну у тебя и кумиры А что не так? У тебя кто? Я очень давно хотела пообщаться с Алексеем Каспаржаком, директором Артека Ну и что? Я с ним пообщалась, даже взяла у него интервью и сфотографировалась Серьезно? Смотрим В журналистике что самое важное? Это доверие Вот, найдите те формы, которые обеспечат доверие вам, как журналистам Потом, я думаю, что взрослые журналисты у вас будут подглядывать и учиться Вам соврать невозможно Вы же, вы, конечно То есть это, ну так, по-хорошему ты тут не слукавишь Когда перед тобой ребенок Ему нельзя, его нельзя ввести вокруг пальца Он тут же, тут же чувствует А взрослый изображает, он встраивается в ситуацию Он понимает, что здесь мне нельзя сказать то, что как бы я, может быть, и хотел Поэтому, поэтому с вами сложнее Мне, мне легко общаться как раз с детьми-журналистами Потому что иногда это очень, это неожиданно И это создает, ну это заставляет поработать С взрослыми все понятно У них там, у них, они даже их присылают заранее Но я их никогда не читаю Многие думают, что в Артеке только отдых, море и свежий воздух Ну, вообще-то так и есть Нет, в Артеке не только отдыхают, но и плодотворно учатся Например, ребята из лагеря Лесной поучаствовали в мастер-классе Екатерины Катеевой И научились правильно снимать стендап Стендап это слишком легко, чему там учиться? Ага, оказывается, что стендап это целая наука Смотрим сюжет наших коллег из кор-пункта лагеря Лесной Уже четвертый раз в Артеке происходит погружение в мир журналистики на целую смену Более 300 талантов собирает медиафорум Артек Внедрение в мир журналистики в детском лагере «Морской» началось с мастер-класса Екатерины Катеевой Педагога, журналиста и руководителя детских телевизионных проектов Один из которых взял премию ТЭФИ в 2016 году Эту программу Екатерина делала вместе с детьми Краснодарской студии Екатерина развивает детское телевидение Именно поэтому темой мастер-класса был следующий вопрос Как правильно снять стендап и грамотно разместить его в сюжете? Самая главная идея это хороший стендап Это подготовленный стендап Поэтому хотела сегодня донести, что прежде чем брать в руки камеру Загораться, говорить в кадр что-то И внутри, если вы посчитали, вот вы готовы, то это не всегда так Самый хороший стендап это, конечно, продуманный стендап Режиссер продумывает картинку Корреспондент продумывает текст, что он хочет сказать И тогда все получается Вот, наверное, эту мысль я хотела донести ребятам Помимо теории и разбора случилась и практика Участникам медиафорума предложили придумать и записать свой стендап В который юные журналисты сразу могли разобраться с Екатериной Катеевой За час мастер-класса юнкоры смогли узнать о том, где нужны стендапы Как их преподносить и как должен быть подготовлен корреспондент для работы в кадре Оказалось, что в работе репортера важны даже самые маленькие детали Начиная от позы и одежды и заканчивая манерой говорить После мастер-класса дети могли сделать вывод, что профессия тележурналиста непроста Однако очень интересно Если трудиться и идти к своей цели, то и Теффини за горами Катя, скажи, ты занимаешься спортом? Конечно занимаюсь, я тебе больше скажу Я сдаю ГТО Это что такое? Готов к труду и обороне Дамир, ты какой-то странный На нашей смене есть ребята, которые приехали в лагерь Озерный На четвертый всероссийский фестиваль ГТО среди школьников Это же лагерь Озерный, далеко от нас Вот, на этом медиафоруме мы открыли в пяти лагерях наши корп-пункты И сейчас вам покажем, что сняли наши юные коллеги Мне круто повезло, а сейчас я нахожусь в центре вселенной Позади меня стоит гора Медведь Аюдак Это символ Артека В самом замечательном месте южного берега Крыма У Черного моря расположен международный детский центр Артек Артек это центр вселенной Сюда мечтает попасть каждый ребенок со всего мира И чудеса случаются Вот мы здесь, на четвертом международном юношеском медиафоруме Сейчас Артек мы видим таким ярким, красочным и процветающим Сначала появился лагерь морской Тогда он назывался Нижний А позже появились многие другие Сейчас мы находимся в лагере Озерный Здесь уже второй раз проходит четвертый всероссийский фестиваль ГТО Среди школьников 657 ребят из 83 регионов страны Претендуют на право побороться за главную награду фестиваля ГТО Ну а мы, медиаотряд, и тоже не сидим сложа руки Мы ходим в школу, снимаем фильмы Активно участвуем в конкурсах и играх Наш отряд медиакулы успел побывать на лекции по монтажу и пресс-конференции с Игорем Прокопенко Который посмотрел работы юных журналистов и дал полезные советы Каждый день проведенный здесь особенный Артек, спасибо, что ты есть! Очень насыщенная выдалась неделя Мы побывали на открытии смены Взяли эксклюзивные интервью И побывали на очень интересных мастер-классах И, конечно же, поработали с нашими самыми юными коллегами А в следующих выпусках программы «Объектив Артека» К нам присоединятся ребята из других корпунктов До новых встреч! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok